Всех приветствую, братья и сестры. Не так давно я спросил одну уже пожилую женщину в возрасте, прожившую христианку. Говорю, какая разница между праведником и святым? Но она говорит, ну как? Ну праведники были в Ветхом Завете, а мы сейчас все святые. Я не буду говорить о том, о чем мы рассуждали. Я не знаю, какое ваше мнение. Давайте прочитаем для рассуждения Откровения, последняя книга Откровения, с 10 стиха и ниже. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Все грядусь скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Каждому по делам его, нечестивому, неправедному, праведному и святому, каждому по делам его. По каким параметрам можно определить, что человек праведный или святой? Мы сегодня говорим о людях верующих, о тех, которые знают Бога, ходят в церковь, которые знают Спасителя. Люди верующие. Или как можно доказать, что человек действительно верит в Бога? И Слово Божие нам говорит, что и бесы веруют. И они не только веруют, они даже трепещут о том, что будет суд когда-то над ними. Они веруют. Я думаю, что определить праведность или святость по походке человека, по внешности его, как он одевается, я думаю, невозможно. Потому что мы сегодня все пришли в дом молитвы, одели лучшее, может быть, прекрасное для того, чтобы выглядеть. И это нормально для человека, когда он хочет хорошо выглядеть. И Христос однажды сказал о фарисеях, что внешне, ну вы прекрасно выглядите. Вы там, на углах улиц, чтобы вас хорошо было видно, остановитесь, подолгу молитесь, вы расширяете воскрылья своих одежд, вы вешаете вот эти кисточки для того, чтобы увеличить их, чтобы посмотрели на вас люди, что вы, ну, праведные такие, благочестивые, богобоязненные. Но Христос говорит, внутри вы, вы совершенно другие люди. Внутри, внутренность ваша совершенно другая. Однажды, вот в четвертой книге царствии мы читаем, однажды человек Божий проходил через Саном, и там жила богатая женщина. Она упросила его, чтобы он вошел в дом ее, чтобы мог покушать, отдохнуть там. И она делала это постоянно, и он заходил туда. Прошло определенное время, и она мужу говорит, знаешь, вот этот человек Божий. Она сделала вывод, она сделала оценку. Я думаю, что было, почему сделать оценку у нее, потому что, возможно, во время обеда, когда они питались, когда он отдыхал, беседы, разговоры. И она определяет и говорит, что этот человек, он святой. Она по каким-то параметрам, по каким-то делам или словам его, по какой-то жизни, она сделала этот вывод. Это человек святой. Знаете, иногда мы можем определить, это когда хорошо знаем человека, когда мы долгое время с ним общаемся, когда мы живем, может, вместе, работаем вместе, какое-то дело делаем вместе, церковное или где-то, может, на производстве. Но мы вместе, и мы определяем, наблюдаем и замечаем, и видим, что человек совершенно другой. И мы делаем это определение. Иногда мы делаем выводы или определения, говорим с чьих-то слов, когда нам сказали, что этот брат, который приедет, он хорошо зарекомендовал себя. Это христианин, это человек, с которым можно брать пример. И мы передаем это буквально словесно. Но в любом случае, у праведника есть что-то особенное, что отличает его от других. Я думаю, мы в этом уверены сами. Что-то есть то, что отличает его от тех, с кем он живет рядом. Недавно я слушал одну, как исповедь, не исповедь, а свидетельство одного человека, который был наркоманом, был на дне общества. То есть уже человек, который пропадал. И однажды он попал в дом молитвы. Попал в дом молитвы, и когда услышал слово Божье, он просто сам в себе сказал Богу. Бог, если ты есть, помоги мне выбраться из этой ямы, в которой я нахожусь. Я сам не могу, потому что у него уже была готова веревка для того, чтобы закончить жизнь свою. Потому что он не мог выбраться из этого состояния. Интересно, что он свидетельствовал и говорил. Тогда, когда он шел с одним братом домой, он поймал себя на мысли, когда подходил уже к дому, что его речь была чистая. Он говорит, я не мог в своей жизни говорить без мата, без ругательства, у меня не было связи простым словом, у меня все было одно ругательство. Но тут я вдруг себя поймал, что я говорю на нормальном языке, и нет ни одного слова ругательского. Есть то, что человека отличает от других, когда он становится святым и праведным. В 27-й книге Матфея, в главе Матфея, мы находим интересную историю. С 11-го стиха мы не будем читать из-за времени. Жена передает Пилату слово или послание, потому что перед Пилатом стоял Христос. Жена передает такие слова удивительные и говорит, не делай праведнику сему ничего худого. Я ныне во сне пострадала много за него. Знала ли жена Пилата раньше Христа? Я уверен, она знала и она слышала его. Мы читаем о Пилате в 24-м стихе этой главы. Пилат говорит, когда увидел, что смятение увеличивается, когда увидел, что люди не перестают восставать против Христа, он взял, встал, взял воды, омыл свои руки и говорит, невиновен я в крови праведника сего. Вы смотрите, я невиновен в крови праведника сего. Встает вопрос, знал ли Пилат раньше Христа? Христа. Слышал ли он ее? Потому что человек не может сказать о другом о ком-то, не зная его. И Пилат говорит, невиновен я в крови праведника сего. Вы смотрите. У человека есть лишь одна возможность, только одна возможность, чтобы доказать, что человек верит в Бога. Это праведность в своей жизни. Кто-то сказал о праведнике такие слова. Бросьте в отдельный угол праведника, который внутри себя носит богатство Вышнего мира, Царствие Божие. «Окружите его всеми возможными бедствиями, ничто не поколеблит внутри него спокойствие его духа». Потому что свет, жизнь и сила божественные всегда и везде неразлучны с ним. Потому что свет Божий, жизнь в Боге и сила, которую он имеет, они всегда неразлучны с ним, с праведником. Тогда встает вопрос, почему же сложнее всех складывается жизнь у праведника, у человека благочестивого, у человека святого, у праведного человека. Почему у него всегда кузни? Почему у него всегда не так, как у всех? Интересно, что жизнь такого человека, она изобилует скорбями, но Слово Божие всегда дает утешение, что Бог избавляет такого человека. Допускает Бог скорбей праведнику, но Бог и избавляет от этих скорбей. И мы читаем в Псалом 33, 18 стих. «Взывают праведные, и Господь слышит их, и от всех скорбей их избавляет их». Слово Божие говорит нам, что в праведника всегда направлена стрела. В праведника направлены стрелы, которые хотят поразить его на пути его ко спасению. Я обратил внимание, что не просто стрела, которая поражает. Мы каждый, думаю, многие из нас когда-то прокалывали себе руку, ногу, гвоздем. Больно. Может быть, другими вещами. Но представьте себе стрелу, которая еще и раскаленная до красна. Образно, здесь говорит нам Слово Божие, раскаленные стрелы лукавого. Для того, чтобы не только больно было, но еще чтобы человек мучился, чтобы еще больше было. Поэтому для того, чтобы поразить праведного человека на пути ко спасению, всегда на него направлены стрелы. Почему же праведник мешает, тогда стоит вопрос. Почему праведник всегда на пути, он мешает. А потому что дела злых людей, потому что дела беззаконников, дела людей нечестивых, при одном праведнике обнаруживаются. Потому что тогда, когда ты находишься в обществе там, где зло, там, где неправда, там, где вражда, всегда при праведности твоей обнаруживаются те дела более ярче. Поэтому всегда праведник мешает на пути других людей ко спасению. Праведник просвещает человека, потому что он говорит ему о Боге и о спасении. Потому что праведник говорит об истине бытия Божия и о кончине человека грешника. Праведная жизнь человека, она пресекает беззаконие. Апостол Петр в первом своем послании, во второй главе, в пятнадцатом стихе говорит, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вспомните Даниила, вышел указ в течение тридцати дней, никакому Богу, никому не поклоняться, не молиться. Запрет, кроме одного. Но Даниил оказался в такой ситуации. А что делать? А Даниил остается честным, справедливым, аккуратным в своем понимании, в своей вере, в отношении к Богу. Он остался тем же. И тогда, когда Даниил оказался во рву львином, на следующий день утром Дарий приходит и говорит, «Даниил, Бог, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от пасти львов?» Он говорит, «Да, Бог послал ангела своего, заграждал пасти львов. Я пред Богом был честен, и пред тобой царь ничего не сделал худого». Праведная жизнь, братья и сестры, это бессловесное, бессловесное свидетельство о Боге. Тот, кто вчера был на сочетании, мы слышали историю Руфи и Наимения. Почему Руфь пошла за Наименью? Потому что у нее были скорби. Оба сына, муж потерянный, умерли. Ничего не осталось в руках, но она осталась преданной и верной Богу своему. И она возвращается на свою землю. И Руфь, видя жизнь этой женщины, своей свекрови, Наимине, она последовала и сказала, что я буду служить Богу, которому ты служишь, и поклоняться Богу, которому ты поклоняешься. Праведник – это сторож и вестник. В каком смысле? А в том смысле, что когда Лот оказался в петле, когда Лот оказался в ловушке, оказался уже в Содоме и Гаморе, а худая молва была очень плохая об этих городах, и ангелы пришли к Аврааму и возвестили их намерение, от того, что они собираются сделать по велению от Бога. И Авраам ходатуйствует о Лоте своем. Ходатуйствует, потому что он праведник. Он понимает, что Лот там оказался, в этой западне, и мучился там, в своей праведной душе. Какое желание мое сегодня, чтобы мы могли помолиться, братья и сестры, сейчас склонившись на колени. Я бы хотел оставить перед молитвой эти слова, которые написаны в 11 стихе 22 главы Откровения. «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Аминь.